Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. С вами Миронова Виктория и сегодня буду работать с этими ножками. Думаю, что многие из вас хоть раз в жизни видели, как нежные, красивые, грациозные балерины порхают на сцене. Это, конечно, очень красиво, завораживает. Я лично восхищаюсь такими людьми, потому что это огромный труд. Но, конечно, во всем этом есть и другая сторона медали. У балерин очень часто страдают ногти на ногах, особенно на больших пальцах. Так и в этом случае. Ко мне обратилась девочка, ей 19 лет. Балетом она занимается с 3 лет и такое состояние ногтей у нее очень часто. Как вы видите, из-за постоянного давления ноготь немного уже деформировался, стал толстым. И думаю, вы уже догадались, что нередким явлением на этих ногтях, конечно, есть вот такие гематомы. Конечно, в такой ситуации довольно сложно помочь, потому что, как вы понимаете, чтобы убрать вот эти последствия, нужно изначально убрать причину их появления. Но, конечно, эта девочка не откажется от балета, потому что это ей очень нравится, ей нравится выступать, этим она зарабатывает деньги. Поэтому, к сожалению, ногти и дальше будут страдать. Я спросила девочку, как она ранее справлялась со своими ногтями, ходила ли она к специалисту, чтобы ей зачищали вот эти гематомы. Она сказала, что нет, она, в принципе, сама всегда подстригает ногти. Вы изначально там тоже видели, да, что где ноготь отслоился, она аккуратненько его тоже срезала, насколько могла. И таким образом ноготь постоянно срастал, вставал нормальным, ну, в плане без гематом. Ну, а потом опять ноготь травмировался и опять появлялись вот такие гематомы. Моей задачей сейчас будет просто аккуратно зачистить отслоившийся ноготь без фанатизма. Я не буду прям там сейчас вычищать абсолютно всё. Моя задача просто аккуратненько всё счистить, потому что девочке это мешает, этот ноготь цепляется и ещё больше травмируется. А потом ещё в конце, после зачистки, пройдусь фрезой по ногтю, чтобы совсем чуть-чуточку его истончить. Даже не истончить, а просто шлифануть, чтобы убрать все неровности. Вот и всё, что можно, в принципе, здесь сделать. Агрессивную зачистку здесь делать ни в коем случае нельзя. Дело всё в том, что девочка сегодня или завтра опять пойдёт на тренировку. И если там всё вычистить, вылезать, то это может привести ещё к большей травматизации. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok